Вообще у меня в душе всегда было ощущение, что буду предпринимателем. Были предложения от крупных компаний, московские, звали меня работать на вкающей должности, но я отказывался. У меня был бизнес в торговле с материалами. Да, зарабатывались деньги. Можно было дальше работать в серии строительства, историю материалов, но что-то я понял, что это не мое. Я занимался спортом всегда. Я думаю, что-то может быть со спортом связано. И вот супруга предложил, давай откроем ЕМС студии. Пошло-пошло, мы стали развиваться неплохо. Бизнес стал посетить хорошие деньги. Плюс тренинговая деятельность. То есть не было такого, что я вышел, но сейчас я вас научу всех. Просто когда люди сами стали тянуться, а подскажи здесь, подскажи здесь. Вообще сейчас, исходя с того, что происходит, я намерен к моему дитеку еще какой-то бизнес открыть, потому что то, что делаю сейчас, связанного с консалдингом, это все-таки, ну я лично консультирую. То есть это я бы не назвал бизнесом. Да, это мне принесет хороший доход, мне люди платят. И я работаю, что по всей России. У меня есть клиенты Москве, Кенненбурге, Сочи, Новосибирске. Ну это все-таки мое время, я его продаю. А бизнес, когда ты отдыхаешь, грубо говоря, он работает, вот это клево. Ну либо сейчас будем моему дитеку немножко в другой формат переводить, либо все-таки я сейчас вот в поиске открытия новой темы. И знаете, я не расстраиваюсь, это нормально. Есть взлеты и падения для предпринимательства, это хорошо. В любом случае, у меня всегда есть подушки безопасности, финансы, которые поддерживают мою семью. Коронавирус повлиял на нас очень сильно. То есть вот именно бизнес MyBuddyTech, мы пробовали делать выезды клиентам. Это было, но это не так много. MyBuddyTech, в принципе, он как бы закрылся. Единственное, у меня получилось его держать в уровне безубыточности. Корпоративный тренинг тоже пока на паузу, пока я их не начинал завдеть. Я ушел первое в частную практику, больше стал заниматься и онлайн, и, в принципе, это мне дало хорошую поддержку. Ну и плюс я ушел в инвестиции. То есть я начал ими заниматься. Фондовый рынок, Форекс, тоже оттуда получать доход пассивный. Почему не назвать это бизнесом? Для меня предпринимательство – это кайф. Когда происходит какая-то трудность, я начинаю кайфовать – вау! У меня еще этого не было, но опыт, который я получу и стану сильнее. Я предприниматель, я должен что-то предпринять. Я руководитель, я иду с собой людей. Если я буду плакать, я расстраивался, они по меня убегутся, скажут, что я не пойду за этим человеком. Что-то получается, что-то не получается. Но в любом случае я всегда выигрываю, потому что я не останавливаюсь никогда. Длинно, долго, монотонно, тяжело надойдешь к своей цели, всегда очень много тренируешься. Предпринимательство – это та же тренировка. Я много занимаюсь, тренируюсь, изучаю. Это стиль жизни, это смысл жизни. Я думаю, что еще впереди глобальные проекты, которые еще будут больше, чем те, которые были. Это путь длиной жизни. Невозможно быть предпринимателем на час. Сейчас. Либо на год. Это навсегда.